Всем привет! Отвлекись от предстоящих контрольных и зачетов, ведь за окном наступила весна. И это не повод грустить, потому что команда Универ Ньюс подготовила для тебя самые свежие новости студенчества. Стратеги успеха озвучены. Экономисты КФУ защитили дорожную карту. В Химическом институте имени Бутлерово КФУ прошла презентация проектов по грантам постановления правительства Российской Федерации. Новейшие технологии и научные открытия ждут тебя в мае. Совсем скоро ты сможешь окунуться в Ночь науки. Институт управления экономики и финансов КФУ по-прежнему входит число лидеров по подготовке специалистов экономического профиля России. Но руководство института не останавливается на достигнутом и усовершенствовало дорожную карту подразделения. Какие изменения ожидают экономисты в КФУ в самое ближайшее время, расскажет Аделя Шмелова. Концепция развития Института управления экономики и финансов, разработанная с ректором КФУ, продолжает полномерно реализовываться. Но тем не менее, периодически просит значительных корректировок. Именно об этом пошла речь в стенах института на публичной защите дорожной карты подразделения. Началась защита с обсуждения, что же представляет Институт управления экономики и финансов КФУ сегодня. Не упустили из внимания и продвижение Институтом стратегических академических единиц, а именно САЕ-Эдюкейшн, СМП-Медицина, Астровызов и Эко-Нефть, что несомненно отражается на результатах продвижения в известнейших мировых рейтингах. Немаловажно и то, что во многом благодаря проделанной работе КФУ крепко держится в четверке российских вузов-лидеров, вошедших в мировые рейтинги. Меняются оценочные параметры, поскольку вот с этого года появляется московский рейтинг, который предусматривает чуть другие оценочные вещи. И об этом, наверное, тоже нужно знать по одной простой причине, что заявили, что данный московский рейтинг будет замещать мониторинг Министерства образования и науки Российской Федерации. Необходимо думать и о будущем. Без подготовки специалистов новой формации развитие любого вуза стало бы невозможным. Но отмечая проделанную работу по подготовке будущих экономистов, можно легко убедиться, что серьезные шаги в этом направлении предпринимались с момента формирования университета как федерального. Этот факт еще раз наглядно подтверждает обширная география студентов Института управления экономикой и финансов, в число студентов которого входят представители 28 стран. Однако на этом институт не останавливается и ставит для себя новую довольно амбициозную задачу. Привлечь к обучению в КФУ большее количество стран и развить сетевую магистратуру, которая изо дня в день становится популярнее во всем мире. Но это не единственная задача, которая вошла в стратегию дорожной карты института. В самое ближайшее время институт планирует поднять количество публикаций. Отметим, что за последнее время 900 статей от института уже включены в базу данных с КОПУС и 250 в ВЭПОФ САИНС. Хотелось бы остановиться, что нам необходимо до 2025 года это политика продвижения экономических журналов. Есть дорожная карта выведения журнала в базу СКОПУС, но мы предлагаем сейчас создать пул журналов экономических, которые пойдут дальше. Довольно положительный результат не останавливает институт на достигнутом. И защита дорожной карты стала отличным поводом для представителей института управления экономикой и финансов продемонстрировать новые возможности, открывшиеся перед Казанским университетом. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюс. Ректор Казанского университета посетил химический институт имени Бутлерова. На встрече все присутствующие могли ознакомиться с результатами и перспективами реализуемой в КОПУ грантов по 218-220-м постановлениям правительства Российской Федерации. О реализованных проектах и дальнейших планах работы узнаешь в следующем сюжете. С 17 апреля в Химическом институте имени Бутлера в КОПУ прошла презентация проектов по грантам постановлений правительства Российской Федерации. Прежде чем прослушать доклады, ректор университета прошелся по лабораториям, где ведутся исследования. Он неоднократно отметил, что необходимо и после завершения гранта продолжать работу по этим проектам. Александр Ламберов был первым, кто доложил о результатах работы по постановлению правительства Российской Федерации номер 218. Именно под его руководством в КОПУ создаются катализаторы для химического производства. Первые из его проектов в рамках этого постановления уже позволяют выпускать до 300 тонн катализаторов в год. Еще один проект по постановлению номер 218 касался разработки технологий силиконовых материалов. На данный момент в России мало тех, кто занимается этой темой. Отмечается тенденция положительного роста рынка силиконовых материалов, которые соответствуют примерно 8% в год. Поэтому такие технологии получения материалов на территории Российской Федерации являются достаточно перспективными и немного обещающими. Главная цель получить материалы при использовании платиновых катализаторов на соме кремниевых примеров, отметил доктор наук Дмитрий Яхваров. Перспективные планы ученых предусматривают возможность ухода от платины как самой дорогой части катализатора для производства силиконовой резины. А Борис Соломонов представил результаты работ по гранту в рамках постановления номер 220. Они созданы для привлечения в Россию ведущих ученых мира и создания высокотехнологичных лабораторий. Такую лабораторию, разрабатывающую методы сверхбыстрой сканирующей калориметрии, создаст немецкий ученый Кристоф Шик. Именно с этой целью он приедет в Казань. По сути, это будет первая в России подобная лаборатория. Планируется, что после завершения проекта в КФУ должна остаться группа ученых, способных развивать темы и внедрять их в практику российских предприятий. Выслушав доклады, ректор Казанского федерального отметил, что необходимо четко контролировать, что останется в университете после завершения проектов. Университета отдельно, никакого смысла нет. Мы должны работать по принципу взаимодополнения друг к другу. Университету необходимо использовать оборудование, навыки, сформированные в КФУ в процессе реализации гранта для дальнейшего развития. Анна Глазунова, Леонардо Влетьяров, Универ Ньюз. Пятая юбилейная ночь науки уже совсем скоро. Что вас ждет на этот раз, узнал наш корреспондент Елизавета Евтифеева. 11 мая во втором учебном корпусе КФУ состоится пятая серия «Ночи науки». На этот раз она пройдет в рамках года Николая Лобачевского и носит название «Ночной предел». Вас ждут научно-популярные лектории от ведущих исследователей со всей России, образовательные интерактивы, зрелищные развлечения, интерактивное обучение и знакомство с единомышленниками. Чтобы популяризировать науку, в частности возьмем математику, для большинства людей это сложная, непонятная тема, а на самом деле математика присутствует в повседневности. Мы каждый день сталкиваемся с математическими формулами и как раз на этой «Ночи науки» мы расскажем, что это такое. У нас будут очень интересные выступления, допустим, цвет с точки зрения математики или как математика считывается в поэзии. Мы позволим взглянуть на науку под необычным углом. Кто может посетить столь интересное мероприятие? Ответ прост. Любой желающий. От самых маленьких почемочек до их родителей. Это уникальная возможность стать студентом на одну ночь и узнать жизнь Казанского федерального университета изнутри. Елизавета Ивтифеева, Ленарда Влетяров, Универньюс. История любого народа интересна по-своему, ведь у каждого есть свои традиции и обряды, об особенности от татарского этноса узнаешь в нашем сюжете. Праздники у Татар. Два праздника мусульманских. Это Турбан Байран, Ураза Байран. Это мы сейчас называем Байран. В традиционном... О праздниках, обрядах и традициях татарского народа рассказала Руфа Уразманова в рамках заседания кружка «Этнофорум». 17 апреля прошла завершающая в этом году лекция. Руфа Уразманова – один из крупнейших специалистов в Республике по этнографии татар. Этой научной проблемой она занимается уже более 30 лет. И сегодня она поделилась своими самыми интересными исследованиями в этой области. Да, когда к нам приезжают туристы... И вообще, когда едешь куда-то, хочется о народе узнать. И о народе сейчас по костюму много не скажешь, ибо мы одеты все... То, что есть в магазинах, как говорится, что-то можно сказать о кухне. Но самое интересное, наверное, все же его праздники, обычаи, обряды. И народ раскрывается во время праздника, когда ты увидел его праздник. Вот поэтому просто студентам, мне кажется, надо это знать. Посетить лекцию мог каждый желающий, но по большей части это студенты направления антропологии и этнологии. Заседание кружка проходит раз в месяц и выглядит следующим образом. Это формат открытого диалога, где каждый желающий может задать интересующий вопрос, получить развернутый ответ, получить какие-то новые сведения для своих исследований, для тем, которые его интересуют. Возобновятся лекции только в следующем году. Темы подбираются творчески, а наиболее интересные предлагаются после научных экспедиций. Ильвина Хадимулина, Ленар Девлетьяров, Универ Ньюз. На этом у меня все. Продолжаю следить за новостями с Универ Ньюз. Пока!